Дай почитать. Он очень пристально вглядывается в окружающий мир и окружающих его людей, подмечает мельчайшие подробности этого исчезнувшего мира. Он видит все достоинства и все недостатки того советского времени. Не случайно книга имеет подзаголовок «Книга о светлом прошлом». В том исчезнувшем мире действительно было много светлого. Добро, равенство, искренняя вера, справедливость, бескорыстие, чувство товарищества. У мальчика, героя совдетства, выросшего в заводском общежитии маргаринового завода, от советского детства и отрочества остались совсем иные впечатления. Добрые и светлые иные, потому что сейчас выясняется из воспоминаний некоторых других советских детей, что детям в Конго жилось куда лучше, чем детям, прозябавшим в недоступных артеках, на академических дачах. Особенно тяжело было тем вольнодумцам, которые отказывались ходить в уборную строем с песней. Поляков признается, что писал книгу с трепетом, извлекая из глубин сознания милые мелочи минувшего, перебирая забытые словечки ушедшей эпохи, стараясь воплотить в языке тот далекий, утраченный мир, который исчез навсегда Советским Союзом. Со стороной, где, устремляясь в будущее, так любили для скорости сокращать. Ликбез, колхоз, комсомол, райком, спортзал, детсад, сов, детство. Книга действительно получилась светлая и солнечная. В ней много разных героев, разных характеров, грустные и веселые события, трогательные отношения, аппетитные советские кулинарные блюда, ну, например, жареная картошечка с томленным лучком и прозрачными кусочками сала. Поездки на юг к морю, пионерские лагеря, интересные школьные уроки, всякие бытовые подробности – все это захватывает читателя как самый увлекательный детектив. И прав Поляков утверждая, тем, кто не любит свое советское детство, и нынешняя наша Россия категорически не нравится. Читаем теплую и светлую книгу «Сов детства» о мальчике Юрия Полякове, впоследствии ставшим известным писателем и замечательным редактором литературной газеты «16+.». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать